Сегодня мы находимся в городе Щебеце. Щебеце знаменит баранины и короли сифольской овцы. Сегодня мы с вами находимся в живописном месте, которое называется фактическая кумана ока, что означает овцы и облачные холмы. Здесь скрывается прекрасный вид. С вами мы сегодня посмотрим. И в одном месте у нас сосредоточено не только в Кемпе, но также находится и музей, также ремесленный центр, ресторан, магазины и, соответственно, поля с мурашками на них. Сейчас мы находимся в входе в музей овец. Здесь представлено по 30 видов овец. Давайте заглянем внутрь. Из Новой Зеландии, товарищ. Привет, товарищ. Дружелюбный, довольный, только ленивый. У нас есть Мерино. Мерино из Испании. Внимание не обращает, нисколько никакого. Но рога у него, конечно, потрясающие. Мерино. Ола, ола, ми амиго. Очень много овечек английской породы, польской. Ну и здесь есть также из России. Вот, например, Романов. Из России Романов. Вот он, черно-беленький вот такой. Уже из России вот он. Романов. Романовская порода. Вот, он наш. Вот, узнал меня? Это уже из России. Такой тепленький, родной. А еще можно посмотреть на выставку, где собраны различные изделия со всей Японии. Посмотрим. Такой суперкомбинезон. Мне очень он понравился. Полностью. Все. Носки, варежки. С шапкой. Класс. Вот, а это, наверное, вот как раз место, где мы сейчас находимся. Или собачки. Овечка здоровается. Говорит, здравствуйте. Представляется. И она сейчас может поставить нам печатку своей ножкой. Посмотрим. Сделаем. Так. Вставляется сюда. Так. Вау. Все автоматически. Нажимать никуда не нужно. А-а-а! Ах, ах, ах! О! О! Ага. Ага. Она благодарит уже второй раз. Благодарит, говорит. Ах, ах, ах! Вот так. Вот так. Вот такая печатка. Здесь написано. Кукайду, Сибетю, Сафок. Ленд. Вот. Вот. Такая симпатичная овечка здесь. Сафольская овечка. А это на память. Забираем с собой. А здесь рядом расположен, в той стороне расположен месильный центр, где мастера изготавливают различные изделия из шерсти. Также каждый желающий может сам попробовать изготовить какое-либо изделие. Здесь представлены как готовые изделия, которые можно приобрести в качестве сувениров. Либо можно самим попробовать изготовить что-либо. Здесь можно попробовать сделать вот такого вот замечательного котеночка. Такую вот брошку. Брошка, овечка сафольская. Это все делается под руководством опыта мастеров, которые работают здесь рядом. Поэтому получится должно у всех. Даже у детей. Сейчас мы с вами будем наблюдать за тем, как запотреблять овец. Это довольно тяжелая штучка. Если бы он мне не помогал, я бы, конечно, не смогла. Довольно тяжело и довольно, на самом деле, волнительно. Но это очень забавно. Она очень такая теплая, такая горячая. Мне это очень понравилось. Но попробовать стоит. Такая горячая. Она очень горячая. Такая горячая.